Всем привет! Вы на канале Gadgetmania. Сегодня мы распакуем посылку, в которой я даже не знаю, что находится внутри. Итак, это новое видео. Мы начинаем. Поехали! Конечно же, дорогие друзья, примерно я могу догадываться, какой из производителей прислал нам на обзор, на распаковку и обзор данного устройства. Но, скажем так, я жду от нескольких, и поэтому, что здесь конкретно, я не знаю. Никаких опознавательных знаков нет. Прислали курьерской службы. Я понимаю, все это с города Москва. Есть пометочка у нас в том, что это хрупко. Будем открывать вот таким вот новым скальпелем. И что хотелось бы сказать по поводу выпуска, который 32 секунды длится на канале, который не так давно я, скажем так, опубликовал. В общем, друзья, это мой был, скажем так, внезапный порыв, творческий порыв для того, чтобы высказать свое мнение о некоторых моих отправлениях, которых я жду в течение полугода. Ни в коем случае я никого не хотел обидеть, задеть. Но никакими другими словами, работу некоторых организаций не будем показывать пальцем, которые, кстати, уже, в принципе, связались, попытались связаться со мной. Даже можете прочитать в комментариях. Представитель Почты России написал о том, чтобы я предоставил трек и так далее и тому подобное. Я отдельно сниму видео, где выскажу все, что я по этому поводу думаю, предоставлю, соответственно, доказательства о том, что Почта России не совсем справляется со своими обязанностями и что работа на местах, именно работа сортировочных центров и так далее, очень-очень плохо проводится. Хотя изменения в работе Почты России есть, они не такие, скажем так, глобальные, как это предполагалось делать со стороны государства, но они есть. Потому что, что творилось несколько лет назад и что сейчас происходит, это небо и земля. Но все равно в некоторых моментах Почта лагает и очень сильно. Либо это просто факт невезения конкретно, допустим, какого-то отправления. Итак, давайте не будем затягивать. Итак, мы уже сколько? Две минуты разговариваем ни о чем. Распаковываем по ссылку, очень интересно, что внутри. И уже по ходу будем, скажем так, смотреть. Я буду давать свои комментарии. В любом случае, скорее всего, если мне устройство понравится. Ну, я так и знал, что... Вернее, больше склонялся к тому, что здесь находится непосредственно телефон Fly. Связались в очередной раз представители компании Fly. С нами, со словами, у нас выходит новиночка. Низкобюджетный смартфон. Но нигде еще FS505, точнее, Nimbus 7. Нигде еще не было, скажем так, никаких подробных видео. Не было ни распаковок, ничего. Давайте вместе с вами, друзья, посмотрим. Итак, что мы видим, если мы посмотрим на коробку? Здесь есть техническая информация. Серийные e-mail номера. Я, как понимаю, две сим-карты, потому что два e-mail. Почему-то красная такая пломбочка, хотя написан Color Black, то есть черный. Уже привычная нам упаковка по предыдущим моделькам линейки. И что мы можем здесь увидеть? Итак, у нас предустановлена операционная система Android 5.0. Лолипоп. Установлен 6580M процессор, который морально устарел. 5-дюймовая TFT-матрица с разрешением QHD 854х480, это даже не 940х560 пикселей, то есть это очень низкое разрешение, 8 ГБ встроенного накопителя, 0,5 ГБ памяти. Стыдно делать уже такие характеристики, давать в смартфоне. Но пообещали, что этот смартфон будет конкурировать с операторскими моделями. Вы знаете, что в последние несколько месяцев, а можно сказать и лет, операторы Megafon, Beeline и MTS, то есть тройка таких больших операторов в России, конкурируют между собой по выпуску именно недорогих, заранее проплаченных смартфонов, то есть субсидированных смартфонов, которые стоят на самом деле копейки и у которых примерно такие же технические характеристики. Если честно, я до сих пор не знаю, сколько будет стоить этот, и не знал. Не знаю, не знал, сколько будет стоить этот смартфон. Но давайте посмотрим. Итак, коробочку мы с вами посмотрели. Здесь все, как всегда, неплохо. Я сразу скажу, если мне смартфон в процессе его тестирования в течение нескольких дней понравится, то я на него буду делать обзор. Опять же, если вы поставите 50 и больше лайков, то я на него сделаю обзор. Если же мне телефон не понравится в процессе тестирования, и я не сочту нужным делать на него обзор, либо не будет этих соотношений, соответственно, тех лайков, которые я прошу поставить, то этого обзора не будет. Итак, по комплектации. У нас есть вот такая вот штука. Я как понял, к чему я, скажем так, почему у меня были вопросы. Здесь у нас указано на коробочке, что это одновременно черный оказывается и красный цвет, потому что в комплекте у нас есть вот такая вот красная крышечка. Она пластиковая, сделана из матового пластика. Абсолютно не оставляет никаких отпечатков от использования. Отпечатков пальцев. Давайте отложим в сторонку, посмотрим на комплектацию. Итак, у нас есть, как всегда, зарядное устройство. Конечно же, на европейскую вилку, на нашу РСТ-вилку. Давайте ее откроем. Смартфон абсолютно новый. До этого, я как понимаю, он у обзорщиков не был. И, соответственно, ну, в общем, представители компании сказали, что этот смартфон действительно будет, скажем так, на высоте в продаж, в таких ритейлах, как связной, евросети и так далее. Итак, у нас 5 вольт, 1 ампер зарядное устройство. USB сюда втыкается, пакетик в сторонку. Что у нас здесь еще есть? Давайте достанем и потом будем обратно в коробочку все это дело складывать. Смартфон с крышечкой тоже пока в стороночку. Итак, вот у нас такая достаточно спонтанная распаковка. Вот, друзья, по поводу вот этих вот выклянчиваний лайков там или комментариев или так далее. Друзья, для вас это, для нас это, скажем так, делается для того, чтобы каким-то образом простимулировать вас, проявлять свою активность на канале. Вот такая вот присутствует батарейка на 2000 мАч. Я думаю, в принципе, с такими характеристиками этого батарейка будет более чем достаточно. Присутствует макулатура в виде руководства пользователя и гарантийного талона. Это то, что вы получите в магазине при покупке этого устройства. Также у нас присутствует USB-micro-USB кабель. Достаточно неплохого качества, хочу отметить, для такой бюджетной модели. Мне очень интересно, сколько она будет стоить. И в комплекте у нас так называемые помойные наушники, потому что они нужны только либо, если вы, я не знаю, человек, который просто не умеет, то есть, скажем так, не жалеет свои уши. Но это у нас наушники, гарнитурка. В принципе, для первого раза сойдет, то есть, не надо так сразу ругать. Это гарнитура, это не просто уши, то есть, вы сможете по ней отвечать на звонки. Единственное, что обращаюсь я к производителю компании Fly, хочу вас попросить, друзья, вы делаете такие смартфоны, как Valley Fox Swift, то есть, это в сотрудничестве вашей компании. Там нет никакой гарнитуры, но вот делать вот такие вот, то есть, вот это вот одноразовая штучка, которая очень-очень быстро порвется. Итак, вот есть у нас такая вот гарнитурка в комплекте, ее откладываем в сторонку. Есть у нас батарейка, есть сменная крышка, есть наш скальпель, распаковку которого вы сможете посмотреть скоро на канале, потому что сначала выйдет, скорее всего, распаковка данного смартфона. И есть у нас сам смартфон. Итак, друзья, ух ты, что, что, как это клево-то. Значит, что вот эта крышечка, что эта крышечка изначально мне уже сильно нравится, потому что данная крышка, как вы понимаете, сделана из пластика, она черного цвета. Здесь, в принципе, никаких лишних надписей нету. Она такая, знаете, немножко похожа, она тоже матовая, только немножко у нее текстура такая песчаная, как будто бы похожа на крышечку на заднюю часть OnePlus One. Но она все-таки не такая грубая, как на OnePlus One. Давайте пробежимся по органам управления, и потом уже будем непосредственно сдирать транспортировочную пленку и включать смартфон. Итак, сзади у нас, помимо крышки, которая, скорее всего, съемная, потому что, если имеется вторая крышечка, и потом... Да, она съемная. На задней крышке у нас, как я вам сказал ранее, под крышкой. Давайте под крышкой, потом то, что представляет собой крышка. Итак, внутри у нас, соответственно, сюда вставляется аккумулятор. Здесь есть два слота под микро-сим-карту, есть слот под карточку памяти. Все аккуратно сделано, достаточно монолитно это все смотрится. Глазочек камеры, светодиодная вспышка, здесь вот этот вот динамик, то есть он достаточно большой. Давайте проверим по конструкции. Смотрите, если честно, добротная сборка, никаких претензий по сборочке нету, ничего нигде не торчит, ничего нигде не высовывается. Ну, в общем, друзья, для достаточно бюджетного устройства это очень неплохая сборка. Так, давайте положим сюда, вставим аккумулятор, и после этого продолжим, скажем так, свой экскурс по внешнему виду и органам управления. Крышечка одевается у нас достаточно хорошо, как и снимается тоже, в принципе, легко. Пока верчу телефон в руках, хочу отметить, что грани устройства, слева и справа, наделены вот такой вот небольшой, скажем так, каемкой, в которую, в принципе, удобно ложится палец во время охвата телефона, во время как вы держите смартфон в руке. Что у нас есть? Камера, глазок с вспышки, компания Fly, здесь прорезь для динамика. На левой грани у нас ничего нету, на правой у нас качелька регулировки громкости, которая абсолютно монолитно, никуда не лифтит, все это дело здесь установлено. Клавиша включения-выключения, есть техническое отверстие для снятия крышки. Снизу у нас микрофон, USB для зарядки синхронизации. Хочу отметить сразу, что рядышком слева и справа от прорези для динамика установлены такие небольшие точечки, которые немножко приподнимают смартфон, в то время как вы его кладете на какую-то поверхность. Сверху у нас есть 3,5, он находится справа, вот здесь присутствует такая пластиковая рамка вокруг экрана спереди. Что ж, давайте снимем вот эту вот пленочку, на которой у нас изображено, что это 5 дюймов, 2 сим-карты, 5-мегапиксельная камера, Android 5.1 при этом здесь установлен. И так, давайте, опа, сняли. И что же здесь видим мы? Здесь у нас все очень просто, производитель у нас установил сразу же защитную пленку, очень, скажем так, плохо ее установил, но она присутствует, и слава богу. Немножко здесь надо разгладить по уголкам, и все будет хорошо. В общем, пленочка наклеена на троечку из 5 баллов. Итак, сверху у нас, конечно же, разговорный динамик, датчики, передняя камера, она присутствует, слава богу. Под экраном у нас расположены клавиши, которые, скорее всего, не подсвечиваются. Сейчас мы в этом убедимся. Значит, назад, домой и меню. В принципе, все, по внешнему виду все. Значит, сзади он очень мне нравится, спереди он нравится мне меньше. Очень нравится вот эта вот такая емочка, которая расположена по граням устройства. Давайте попробуем включить. Есть ли у нас какая-то зарядка? Да, у нас зарядка есть, смартфон включается. Что ж, хотелось бы сказать по поводу... Сейчас надо будет посмотреть, есть ли какие-то вообще варианты расцветки, помимо того, что если я не хочу красный, может быть, желтый есть. Надо посмотреть, ознакомиться, попросить производителя прислать, где можно узнать эту информацию. Итак, как всегда, установлена у нас инженерная прошивка для, скажем так, прессы для обзоров, для того, чтобы ее не смогли каким-то образом перепрошить, убежать с телефоном. Ничего вы не сможете сделать. Я думаю, даже удаленно можно это все дело блокнуть. Нас приветствует экран. Я вот даю 80% из 100, что уже установлена максимальная яркость. Давайте быстренько пройдем этапы настройки Android. Пропустить. Далее. Потом это мы все подключим. Я считаю, что с таким слабым процессором, как 6580, я считаю, что Android 5.0, 5.1, вообще нет смысла никакого устанавливать, потому что это достаточно, мне кажется, все будет дело тупить. Но давайте не будем забегать вперед, батьки. На самой пленке, конечно же, никаких олеофобных, скажем так, покрытий олеофобного слоя нету. И, скорее всего, под пленкой больше не показывать. Нет, спасибо. Но первая настройка буквально сколько там, несколько секунд, 15 секунд, все дело происходит. Так, что ж, давайте, думает смартфон. Все это в режиме, скажем так, онлайн. Скорее всего, потом не буду обрезать. Ну что ж, друзья, мы перед собой видим яркого представителя бюджетных устройств, которыми пользуются. Да, как я и вам говорил, смотрите, друзья, 80% я давал из 100, что установим максимальную яркость при включении, при первом включении смартфона. Давайте ее сделаем хотя бы наполовинку. Что можно сказать по матрице? Конечно же, невозможно на нее смотреть вот под такими углами. То есть, в принципе, человек и не смотрит во время использования под такими углами. Но если 90% угол обзора на телефон, то, в принципе, цвета очень даже неплохие. Конечно же, видно пиксели. Конечно же, видны у нас с вами... Я даже не знаю, как вам показать. Сейчас я попробую настроить обои, сделать их немножко не такими светлыми. Давайте посмотрим вот этот, или какой у нас есть Москва. Давайте посмотрим Москву. И после этого, конечно, вот думает. Даже в процессе установки обоев смартфон думает. Вот, друзья, смотрите. Все, сами видите, как здесь обстоят дела с углами обзора. Но хотелось бы сразу оговориться. Ни в коем случае это не является минусом данного устройства, друзья. Это устройство позиционируется как устройство для людей, людей, которым нужен смартфон, которые уже не хотят пользоваться кнопочным телефоном, которые уже, в принципе, и жил свое время, хотят современный смартфон. Но при этом они будут только звонить, выходить, может быть, каким-то образом в интернет, в какие-то социальные сети им будет достаточно. При этом, я думаю, что в основном рассчитано на молодежь, на школьников, на студентов и так далее. Те, кто хочет себе позволить, может, вернее, позволить себе смартфон по такой стоимости. Ну что ж, по быстродействию здесь пока ничего не понятно, потому что ничем не нагружен, кроме предустановленных приложений, как всегда, от компании Fly, от компании Яндекс, больше ничем не нагружено устройство. Давайте посмотрим. Мы посмотрели на экран, я хотел бы посмотреть сразу на камеру, после этого уже делать какие-то умозаключения. Итак, у нас, как обещает производитель, 5-мегапиксельная камера, и, скорее всего, 1-мегапиксельная камера спереди, но ничего, я думаю, что этих коснитесь для объекта, для активации функции отслеживания. Окей, и еще и функция отслеживания есть. Обнаружение жеста он будет что, фоткать? Нет, не фоткает, окей. Даже присутствует HDR. В общем, вот такие вот у нас, соответственно, параметры по... Я не знаю, не происходит ни фокуса. Фокуса вообще никакого нет, что ли? Происходит снимочек. Ну что, друзья, это камера уровня примерно 4-летней давности. То есть, конечно же, здесь четкости снимка, хотя здесь очень хорошее освещение. Не стоит, скажем так, ожидать от этого смартфона... Блин, нравится мне задняя крышка. Вот задняя крышка вообще очень удобна, особенно когда руки очень часто потеют, а это у меня происходит именно так. Данная крышка вообще must-have. И вот крышечка красного цвета. Немножко разная структура, но матовый пластик вообще меня забавляет. Давайте попробуем... Камеру посмотрели? Все, что могу сказать первоначально по камере. Она имеет стандартные настройки Android, нету никаких предустановок от компании Fly. Единственное, что хотелось бы сейчас посмотреть, это, наверное, звук, потому что многие будут спрашивать или предполагать вопрос, как себя устройство ведет в плане того, чтобы пропустить ли вы звонок или нет. Так, давайте посмотрим. Есть даже функция улучшения звука. Давайте ее включим для того, чтобы это все время работало. высокого качества, якобы динамик. А кнопка чего не нажимается? Так, ну вот первые баги пошли. Не знаю, вот я... Все хорошо, надо нести в массы, скажем так. И такие устройства, то есть не делать только обзоры на среднебюджетный рынок, и А-бренды, и на флагманские устройства. Так у нас максимальная громкость? Нет, не максимальная. Давайте максимальная. Какой-нибудь... Это у нас что? Звук и уведомления? Звук клавиш? Блокировки экрана? Друзья, самое что хочу отметить. Интересно, что компания Fly нам не оставляет эти устройства, не платит за обзоры. Мы все это делаем на энтузиазме. Пора уже дело заканчивать в этом плане. Надо либо делать это все за деньги, чтобы как-то труд оплачивался, либо... Так, рингтон. Давайте рингтон. Всегда. И вот послушаем. Знаете, такой... Вот уже слышите, немножко хрипит. А так вот на некоторых мелодиях он звучит, в принципе, на свои деньги. Друзья, еще раз отмечу, в очередной раз отмечу. Почему-то кнопки мне не нажимаются, не всегда нажимаются. Или это просто так он долго реагирует? Друзья, ну посмотрите. Пишите в комментариях пока, стоят ли вообще такие смартфоны вашего и нашего внимания. Жим какой-то там установлен. По динамику, по камере. Конечно же, она на те деньги, за которые вы заплатили деньги. На ту сумму, за которую вы заплатили. Звук точно такой же, на эту же сумму. Но, опять же, не стоит обижаться на компанию Fly. И в первую очередь стоит думать о том, что вы заплатили за это устройство 5000 рублей. И, в принципе, можете пользоваться всеми дарами 21 века. Выход в интернет и так далее и тому подобное. И даже камера может быть что-то на бегу сфотографировать и тому подобное. Конечно же, предустановлены все приложения от Google. Android 5.1. Давайте зайдем вообще в настройки. Мы до сих пор в них толком не заходили. Посмотрим о телефоне. Модель FS505. Android 5.1. И так далее и тому подобное. В общем, номер сборки. Вот так вот это все, в принципе, выглядит. Не нажимаются почему-то у меня кнопки. Точнее, не с первого раза. Может быть, это конкретно брак именно этого смартфона. Но, мне кажется, это общая болезнь этой линейки. В плане ее бюджетности. Давайте снимем заднюю крышку. И, конечно же, вы будете ругаться, если я не установлю красного цвета крышку, чтобы посмотреть, как это все смотрится с черным экраном. Матрица здесь очень низкого разрешения. Процессор слабенький. Но сразу предупредил и производитель, и я вас предупреждаю, тоже здесь присутствует такая вот такая емочка. Она прикольно выглядит. Что, друзья, это бюджетник. Бюджетник, который, в принципе, вот так вот присутствует задний, вот здесь боковые кнопки. Прикольно. С красным. Вот если вы хотите менять телефон, он красный цвет, как у Lamborghini. Вообще круто, да? Посмотрите, друзья. Очень круто выглядит. Черный и красный. На 20 минут у нас получилась вот такая вот распаковочка данного смартфона. Но, скорее всего, я думаю, что вы не поставите 50 лайков этому видео. И, скорее всего, на распаковочке мы и будем заканчивать разговор про этот смартфон. Если же все-таки я ошибаюсь и вам интересно узнать, на что способен данный смартфон, ставьте этому видео лайк, такой серый палец под этим видео. Пишите свои комментарии, что бы вы хотели увидеть в обзоре, на что обратить свое внимание. Может быть, какие-то тесты провести. Может, стресс-тесты провести. Может, тесты батарейки или еще что-то сделать. Обязательно подписывайтесь на наш канал. Конечно же, вступайте в группу ВКонтакте. И пользуйтесь нашим сайтом gadgetmania.ru. Это место, где вы можете сэкономить на покупках в интернете. И нехило так сэкономить, потому что там доступно почти 400 купонов. И все они модерируются, проверяются на работоспособность и пригодность. Так что заходите, милости просим. Совсем скоро увидимся. Всего доброго. Пока-пока.